Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Дело Шеремета. Есть ли подозреваемые в убийстве журналиста? Первый номер. Кто возглавил нацполицию? Политическое граффити. К чему приведут художество нардепа Алексея Гончаренко? Разборки по-американски. Кто и почему ставит палки в колеса Дональду Трампу? И на стене он написал новый виток дипломатического скандала, связанного с немецким послом в Украине и его заявлениями относительно выборов на Донбассе. Сегодня в его центре оказался народный депутат Алексей Гончаренко. Он разрисовал фрагмент Берлинской стены возле представительства этой страны в Киеве. Протест или акт вандализма? И чем это обернется для Украины, выясняла Елена Зорина. Под посольством Германии с баллончиком красной краски. Именно так нардеп Гончаренко решил выразить свой протест высказыванием посла Эрнста Райхеля, который в одном из своих недавних интервью заявил, выборы на Донбассе, возможно, и в присутствии российских войск. Найдет господин посол. Нет, не будет выборов на Донбассе, пока там российские оккупационные войска. Я особо бы чекал откликания посла Райхеля из Украины. Потому что эта его заявка, это абсолютно антиукраинская заявка. И она не в душе немецкой политики. Интервью посла еще вчера наделало много шума. Депутаты устроили демарш в парламенте и решили проигнорировать прием в честь открытия немецкого представительства. Самого посла вызвали на ковер в украинский МИД. Протест депутата Гончаренко сегодня тоже не прошел незамеченным. Ведь свою надпись он оставил на фрагменте берлинской стены. Той самой, которая разделяла западную и восточную Германию почти три десятка лет. И была разрушена в 89-м году после волны антиправительственных демонстраций. Ее падение для немцев стало настоящим праздником. Это открытие границы, полный пересмотр последствий раскола, произошедшего в Европе после Второй мировой войны. Но сам Гончаренко уверен, что фрагмент стены это не более чем плакат для реакции. Дипломатический скандал поднял посол ФРГ своим вчерашним заявлением. Немцы десятилетиями расписывали Берлинскую стену. Это установленная демократическая традиция. Но реакции посольства долго ждать не пришлось. На своем официальном сайте дипломаты написали, что падение стены для европейцев это символ освобождения от коммунизма. И заявили то, что сделал Гончаренко, нарушает Венскую конвенцию о дипотношениях. Там говорится, что государство, в котором находится представительство, обязано его защищать от ущерба. В правоохранительных органах пока так и не решили, кто должен разбираться с выходкой Гончаренко. В СБУ, куда мы обратились за комментарием, нам сообщили, что такие дела прерогатива полиции. Но там, похоже, думают иначе. Уже к вечеру надпись на фрагменте стены исчезла. Остались только красные разводы. Елена Зурина, Геннадий Вивденко, Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. И все же реакция официального Берлина и мировых СМИ на выход Гончаренко последовала. Но о ней несколько позже. А пока о его коллегах, народных депутатах, лучше бы они работали. Сегодня в повестке дня, чего только не было. И международные ратификации, и парламентские слушания, и споры, на каком языке выступать народным избранникам. Но почти все фракции едины в одном. Они сетуют на спикера. Подробности в сюжете. Ни одного законопроекта, одни ратификации и парламентские слушания. Исходя из пустой повестки дня, депутаты сегодня вместо того, чтобы принимать законы, только говорили. Одни требовали вынести на голосование законопроект об уголовной ответственности за контрабанду леса. Мы вырезаем нашу экологию, наше будущее продаем за без цен за кордон. Через эту недолугую политику влады. Другие призывали срочно снизить тарифы и повысить пенсии. Я думаю, что тут точно нема жодной людини, яка не отримывала смс-ку от своих выборцев. Как можно прожить на 924 гривны? Не успела нардеп Наталья Королевская начать свое выступление, как вмешался спикер. Уважаемые коллеги, поднимите руки. Я прошу выступать в государственную мову, я с вами говорю на эту тему, если не важно. На трибуне Верховной Рады, в государственном органе, мы такого не можем видеть ни в Франции, ни в Немеччине. Нардеп к спикеру прислушалась, но ее однопартийцы поведение главы парламента раскритиковали. Своими действиями он разделяет страну, дратует людей. В период, когда нужна единость в государстве, он, наоборот, делает все для того, чтобы разделить. И это, на жаль, не первый случай такого хамского поведения с боку спикера парламента. Это порушение закону, и мы будем реагировать соответствующим образом. Мы подготовили сформление в регламентный комитет относительно порушения спикерам регламента работы парламентом. И почти сразу после заявления оппозиционеров спикер зарегистрировал законопроект об изменениях в регламенте, который обязывает всех нардепов выступать сугубо на украинском. Впрочем, к работе спикера есть претензии и у самопомощи. Требует уже завтра вынести на голосование закон об оккупированных территориях, а также постановление об отставке министра внутренних дел. Такий проект постановы мы давно зарегистрировали. Я думаю, что напад подлеглих Авакова на ветеране войны за незалежность под Бахмутом, номинование человека с незрозумимыми остатками на посаду главы национальной полиции, все это показывает, что Арсен Аваков является загрозой для этой страны и должен быть освободен. Три часа работы, но все тщетно. Собрать нардепов под куполом даже для ратификации спикеру не удалось. Он дважды делал перекличку и признал, что депутатов в зале слишком мало, чтобы продолжать заседание. Нам терминально нужно изменять систему работы в Верховной Раде, чтобы порядок проведения заседания. Пока что я не вижу желания большинства народных депутатов. Нет ни желания большинства, как и нет его списков. В Батьевщине уже направили обращение к спикеру, чтобы тот обнародовал перечень фамилий состава коалиции. Как будет работать парламент до конца недели депутатам неизвестно. Еще вчера провалили повестку дня на всю сессию. А это значит, законопроекты будут носиться хаотично и только в первом чтении. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Как в Германии реагирует на поступок Гончаренко Димаш Нардепов и заявление немецкого посла? С нами на связи Татьяна Лагунова. Она находится в Берлине. Таня, здравствуй, тебе слово. Наталья, новость об акции возле немецкого посольства в Киеве уже попала в местные СМИ. Статьи о граффити на фрагменте берлинской стены уже появляются на немецких сайтах. В выходке украинского Нардепа написали также польские, британские, нидерландские и французские СМИ. Есть и реакция посла Украины в Германии. Андрей Мельник осудил действия Гончаренко и в своем твиттере написал, что берлинская стена – это символ свободы как для немцев, так и для украинцев. Ну а немецкие СМИ цитируют заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Германии. Мартин Шефер выразил сожаление и назвал подобный акт неадекватным. Ну а комментируя интервью посла Германии в Украине, которая, собственно, и стала поводом для акции, Шефер сказал, что позиция посла не противоречит позиции Берлина. Германия по-прежнему настаивает на выполнении минских договоренностей. Выборы на Донбассе могут состояться только, когда Киев и Москва договорятся о их модальности. Кроме того, Шефер добавил, что Германия считает Украину близким партнером и работает над тем, чтобы в ближайшее время прошли переговоры нормандской четверки. Встреча может состояться в рамках заседания министров иностранных дел Большой Двадцатки, которая состоится в бонне 16-17 февраля. Наталья? Спасибо, Таня Татьяна Лагунова, о официальной реакции Берлина на сегодняшний инцидент, который произошел возле посольства Германии в столице Украины. Дело Павла Шеремета больше полугода прошло с момента убийства. Коллеги журналисты и журналисты и мировая общественность буквально забросали МВД запросами о ходе следствия. Ведь все это время расследование было покрыто тайной. Накануне министр Аваков заявил о том, что готов рассказать, что удалось выяснить. И сегодня собрал пресс-конференцию. Есть ли реальные сдвиги в деле? Заполнены ли графа подозреваемые? И чего больше, ответов на вопросы или их отсутствие? Расскажет Александр Васильченко. На этих кадрах последние секунды жизни известного журналиста Павла Шеремета. Взрывчатка была заложена под днищем автомобиля. От дома Павел успел отъехать буквально 100 метров, как машина взлетела в воздух. Трагедию в полиции в тот же день назвали терактом и объявили поимка преступников и заказчиков. Дело чести. Вскоре назвали основные версии убийства и пообещали провести расследование в кратчайшие сроки. Следствие обладало видеоматериалами с якобы исполнителями убийства. И в МВД уверяли, преступники под наблюдением. Но время шло, а не то, чтобы виновных, а даже подозреваемых в гибели Шеремета все не называли. Коллеги журналиста требовали от правоохранителей хоть каких-то данных о ходе следствия. И вот министр сообщил, что расскажет о новых деталях дела. Как выяснилось, в числе главных все та же версия, профессиональная деятельность Шеремета. И политический заказ, который могли организовать в России. Павел Шеремет в июле 16-го года встречался в Москве с министром доходов и сборов Украины Александром Клименко. По мнению свидетелей, встреча явилась с обеседованием на должность главного редактора радиовести. Павел вернулся недовлетворенным результатами встречи, характеризовал состояние Клименко как православие головного мозга. А вот главный вопрос о подозреваемых по-прежнему без ответа. По словам Авакова, следствие якобы знает, кто исполнитель убийства, но статуса подозреваемых у них нет. Да и имен министр не назвал. Вы на этом виде не можете увидеть обличие женщины, оно умышленно замазано. Почему, Саша, просто? Действительно, такой факт есть и следствие этой информации владеет. И проводятся активные следственные действия. И приняли решение именно на этом этапе расследования не давать возможность дать более детальную информацию. Сколько подозреваемых у следствия, тоже неизвестно. Вы можете сказать, сколько людей подозреваемых у следствия? Я уже на это вопрос ответил больше, чем детально. Вы не понимаете? Вы не понимаете. Вы не понимаете? Хорошо, есть еще вопросы? Главный редактор «Украинской правды», которая засыпала МВД запросами о ходе расследования убийства коллеги, считает, что следствие ничуть не продвинулось. Такого же мнения и криминалисты. Министр Раваков еще в вересне, и он это на пресс-конференции сказал, что следствие прилюднить фотороботы только тогда, когда, фактически, будет уверено, что дальше ничего сделать не можно. Прошло уже больше шести месяцев, и мне кажется, что этот период уже не можно сказать, что убийство расследуется по свежих следствиям. Поэтому, мне кажется, что вариант с расследованием фотороботов, он все-таки возможен. Никакой новой информации. Больше того, мы даже не видим свежения версий по мотиву этого злочина. То есть, как вышелось раньше четыре версии, так они и остаются на сегодняшний день. О том, что следствие зашло в тупик, говорит и нардеп Сергей Лещенко. По его мнению, в деле не то, что не могут определить мотив, но и никак не выяснили реальных убийц. По словам министра, этот брифинг не последний. И снова обещает вскоре предоставить новые детали следствия. Александр Васильченко, Елена Митяса и Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. К слову, несколько недель назад советник господина министра Антон Герасенко уже раскрывал детали следствия. Он сообщил о том, что к покушению на него и убийству Шеремета причастны одни и те же киллеры. Он тоже поведал о загадочном российском следе и тоже не назвал никаких имен. Он тогда всех интересовал вопрос, откуда у нардепа такие сведения и получил ли он доступ к материалам этого дела. И вот что ответили на этот вопрос представители МВД. Антон Герасенко жодного доступа до материалов расследования не отримывал. И с материалами криминального проведения не ознайомливался. Это категорично. То есть это была его личная думка? Так точно. Не премьер-министр Украины, не президент Украины, никто либо из должностных лиц, за исключением присутствующих здесь членов следственной группы и процессуального прокурора, не имеет деталей этого следствия. Мы намеренно его засекретили. У нацполиции новый руководитель. Кабмин утвердил на эту должность Сергея Князева. Ранее он возглавлял департамент уголовного розыска. В общей сложности в органах он уже 28 лет. Как проходило это назначение? Кому еще перепала должность? И чем кроме раздачи портфелей сегодня занимались в Кабмине? Узнаем от Анны Каменевой. Аплодисменты и надежда на успех. Сергей Князев сегодня официально стал главой нацполиции и сразу же заявил, главное, чтобы смотреть людям в глаза было не стыдно. Непримиренная борьба с злочинностью и продолжение реформ. Это основной девиз и основные задачи, которые будут положены передо мной. Мы должны показать результаты, которые не будут соревнованы перед гражданами нашего государства. Для нас оно, конечно, и важным. Сегодня, чтобы на улицах украинских сел, 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 сел. Почав пановать спокойно. И каждое злочинное мерзвоте потрапило за грани. Новым креслом обзавелся и некогда главный прецедент на должность главы нацполиции Вадим Троян. Не так давно он неожиданно снял свою кандидатуру с конкурса. И теперь стало ясно, почему. Отныне он заместитель министра внутренних дел. Но не только кадровыми вопросами занимался сегодня Кабмин. Говорили и об экономике. Мы, кстати, заявили, впервые за два года ВВП растет, а инфляция падает. Сократилась и задолженность по зарплате примерно на 5%. Премьер работы своей команды доволен. И уверяет, это только начало. У министров уже есть план действий на ближайшие годы. Качественный управленец должен быть немного косовым. Одним образом смотреться на поточные дела, а другим смотреться вперед. На среднестроковую и долгостроковую перспективу. О деньгах политиков и чиновников, нажитых за годы службы, тоже вспомнили. Министр юстиции обвинил нацагентство по противодействию коррупции в бездеятельности. До сих пор не принят порядок проверки электронных деклараций. Министр требует уже завтра утвердить документ, разработанный рабочей группой. Иначе членам агентства грозит увольнение. Фаховцы, секретариат обмена, Министерство юстиции, залученные эксперты работали за неделю в тот порядок, который НАЗК не могло разработать протягом почти 5 месяцев. Это фактически коллективная безответственность членов НАЗК. Это дума Министра юстиции, а коментовать я это не могу. Мы принимали участие спільно в этой рабочей группе. И фактически можно означать, что все запропонованные пропозиции у нас и Министром юстиции были разработаны из НАЗК. Есть вопросы у Министров и к системе электронных деклараций. Выдержит ли она нагрузку при второй волне подачи документов? До 1 апреля о своих доходах и расходах должны отчитаться 2 миллиона человек. Анна Каменева, Алексей Шматов, подробности телеканал Интер. А вот активы нового главы нацполиции Сергея Князева сегодня у всех на слуху. Журналисты Бигус Инфо выяснили о том, что у бывшей супруги главного копа есть целое состояние, 7 квартир, элитный автопарк и несколько земельных участков в Киевской области. Но в декларации Князева этих данных нет. Последние 3 года он вообще не указывает, что у него есть супруга. Хотя журналисты узнали о том, что в позапрошлом году за несколько месяцев до перевода Князева на работу в Закарпатскую область его бывшая жена купила в Ужгороде квартиру в 100 квадратов. Рыночная стоимость такого жилья 68 тысяч долларов. Также у Виктории Князевой есть 3 иномарки, общая стоимость которых 60 тысяч долларов. При этом, согласно данным реестра юридических лиц, она бизнесом никогда не занималась. За отсутствие декларации о доходах в Украине впервые будут судить. Прочувствовать это на собственной шкуре сможет один из чиновников государственной фискальной службы. Он не подал декларацию за 2015 год, а потом и вовсе уволился. Тем временем Генпрокуратура уже направила в суд обвинительный акт. Кстати, бывшего чиновника обвиняют также в получении взятки в 10 тысяч долларов. И обвинительный акт представители Генпрокуратуры вручили сегодня также нардепу группы «Воля народа» экс-командиру батальона «Айдар» Сергею Мельничуку. Теперь его делом займется суд. Мельничука подозревают в создании преступной группировки. Напомню, это не единственное уголовное производство, которое открыли в отношении этого нардепа. Первое до суда так и не дошло, хотя Верховная Рада дала добро на привлечение его к уголовной ответственности. Второе судья уже возвращали на дорасследование. И вот очередной виток. Сергей Мельничук считает это дело политическим, уверяет, что на него хотят переложить ответственность за преступления основателя батальона «Айдар» Валентина Лихолита. Мені вигідно, щоб ці всі эпизоди, які там були, були озвучені. Все-таки громадськість почула і побачила, що саме там. Беремо того самого Лихолита, який мародерствовав на війні. І ставлять мені те, що нібито ці эпизоди з моими пересікаються. І те, що там хтось намагається на цьому сказати, що то все робив я, а не він. І навіть по термінам у нас не співпадають. В оккупованому Донецьку убили одного із главарей бойовиків по кличке Гиви. На сайтах сепаратистів сегодня появилась інформація о том, що утром в зданні, де він знаходився, вистрілили із огнемета «Шмель». Поздніше смерть цього бойовика, настояще ім'я которого Михаил Толстых, подтвердили і в Українському Министерстві оборони. Гиви став одним із героїв російської інформаціонної пропаганди во время боїв за Донецький аеропорт. В сети є огромное количество видео, пыток і іздивательств цього бойовика над пленними українськими военами. В останнє час Толстых, як головарь групіровки «Сомалі», приймав участие в атаках наємників на позиції української армії в районі Авдеївки. Зловісну славу та нагороди від оккупатійної адміністрації він отримав, заплюнувавши свої руки крові українців. На совісті Гиви обстріли міст і сіл з важкого зброєння, знущання над полоненими українськими військовими, жорстокі поводження з цивільними, мародерство також інші військові злочини. Шестеро українських військових пострадали в результаті обстрілів боєвиків за минувші сутки. В Авдеївці противник не прекращає обстрілу, використовують танки, минометки, але в цілому інтенсивність огня значительно ниже, чем в предыдущі дні. Все подробности узнаємо від Ярослава Кречко. По українським позициям в районі Авдеївки боєвики били, по словам военних, просто із всього, чого только можна. Вот, например, результат обстріла танком. Различить свежі і старі разрушення на розбитій врагом шахте Бутовка непросто. Але таких массірованних обстрілів, як на прошлій неді, кажуть, военні, не було давно. Це результат обстрілу Градів і 152 мм артилерії. Рядом обломки смертельних снарядів. Я такого ще не видел, що це за боєприпаси. 240 мм, можливо, тюльпан. Сейчас настільки мощний калибр противник не використовує. Сейчас ситуація стабилизовалась. Я причину не знаю. Можливо, боєприпаси не закончились. Можливо, скажімо так, тут же терпіл нету. Та відповідь теж дається. Успокоїли їх чуть-чуть. Було дуже тяжко, звісно, не спалилили. Тримали оборону. Сейчас вже нормально. Надіемся, що буде такі далі. Але полной тишні боєвики не придерживаються даже днем. Время від времени работають минометы і танк. Влупил. Я не знаю, скільки конвейера. Уже им перестали считати даже. Ну, тупо під'їжджав. Ну, пускай зараз їдет. У нас к нему сюрприз є. К нему дуже хороший. Після неділи активних боєв бойці 72-й бригады не тільки закріпились на відбитих у боєвков позиціях, але, кажуть, ощутили підтримку всій країни. Цей тиждень, це просто було, ви знаєте, постійні дзвінки, постійно люди приїжджали. Це вже зовсім інша допомога. Зараз вже ми говоримо про генератори, безпілотники, нічні приціли, прилади нічного бачення, тепловізори. Перемога буде за нами, все добре. Тем временем, относительное затишче позволило ремонтной бригаде выїхать к домам, которые непосредственно прилегают к Авдеївській промзоне. В сопровождении украинских военних сегодня удалось и там восстановити електроснабження. Ярослав Кречко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Петр Порошенко наградил украинских военных и спасателей, отличившихся в боях под Авдеївкою. Также президент встретился сегодня с семьей Романа Сущенко. Они посетили Банкову в день рождения задержанного в России журналиста. Глава государства пообещал поддержку родным и подчеркнул, что Украина делает все возможное для освобождения Сущенко, незаконно арестованного в Москве. Я уверен, что он будет делать дальше. Расскажет правду. Расскажет правду про российскую оккупацию Украины. Расскажет правду, как украинцы сейчас объединены и борются за то, чтобы освобождать страну. Журналисты протестовали сегодня в Черкассах. Они недовольны ходом расследования дел периода революции достоинства. Тогда в результате действий силовиков пострадали по меньшей мере пять корреспондентов. Но за три года ни один правоохранитель так и не был наказан. Все подробности узнаем у Станислава Кухарчука. На центральную площадь города черкасские журналисты вышли, чтобы напомнить властям. Они не забыли времена революции достоинства. Тогда от рук правоохранителей пострадали не менее пяти представителей СМИ. Они не должны работать в правоохранительных органах. А тут, среди этого списка, есть люди, которые до сих пор работают. Мы с этим не только не будем мириться, а и будем любыми возможными, доступными нам методами бороться за то, чтобы, а, по-перше, эти люди были установлены и покараны. Столкновения между милицией и активистами происходили в Черкассах в январе и феврале 2014-го. Эти кадры были сняты после разгона сотрудниками ППС Майдановцев на местной дамбе. Тогда больше всего досталось фотокорреспонденту Игорю Ефимову. Силовики избили его дубинкой. Я кричал, что я пресса. Они сказали, ах, ты пресса, ну, получай. Ну, и били не один человек, а были все, кто проходили. За три года в деле об избиении журналиста практически никаких подвижек. Недавно областная прокуратура завершила расследование и передала дело в суд, который оправдал заместителя командира патрульно-постовой службы. Именно он руководил милиционерами во время разгона демонстрантов. В начале следствия этот человек уволился из органов, а других обвиняемых не было. Сегодняшняя акция журналистов неожиданно превратилась в пресс-конференцию областных начальников полиции и прокуратуры, которые вышли к пикетчикам. На доводы о том, что есть целый список правоохранителей, причастных к избиению майдановцев, главный полицейский Черкасской области ответил, уволят только после приговора суда. А областной прокурор и вовсе сообщил, дела, по которым должны уже давно быть вынесены решения суда, оказывается, надо реанимировать. В прошлом году ГПО заподозрило, что производство по майдановским событиям в свое время намеренно затягивали сотрудники облпрокуратуры. Сейчас следователи собирают по этим фактам материалы, но когда закончится их расследование, пока неизвестно. В деле о разгоне Евромайдана новый подозреваемый. Под пристальным вниманием следователей оказался экс-заместитель администрации Януковича Юрий Чмырь, назначенный на эту должность в разгар событий на Майдане. Он должен был отвечать за коммуникацию и контакты с медиа. Следствие изучило телефонные переговоры Чмыря в этот период и пришло к выводу, что он принимал непосредственное участие в организации разгона. Где сейчас находится экс-чиновник, неизвестно. В СБУ нам не смогли уточнить, в Украине он или уже за ее пределами. При этом в ГПУ сообщили, что планируют вызвать Юрия Чмыря на допрос. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Мираж. Что мэру Херсона подложили в кабинет вместо бомбы? Без шансов на выживание. Почему онкобольные в Одессе более полугода не получают лекарств? Не политикой единый. Почему президент Франции бросил все дела и взялся расследовать изнасилование? Силовики сегодня нагрянули с обыском на предприятие Укргаздобыча. С утра вход в главный офис этой компании в Киеве был закрыт. Сотрудники СБУ и прокуратуры искали доказательства по делу о незаконной растрате руководством компании 95 миллионов государственных гривен. По документам деньги пошли на охрану объектов предприятия. Услуги заказывали у неких частных фирм. Однако силовики утверждают, что Укргаздобыча – это важные объекты, и охранять его право имеют лишь госструктуры. Руководство компании пока никак не реагирует на обвинения, но опасается, что работа предприятия может быть парализована. В кабинете мэра Херсона нашли самодельные устройства, напоминающие бомбу. Оно состояло из нескольких сегментов, скрепленных изолентой. Правоохранители эвакуировали всех сотрудников, но позднее выяснилось, что это не бомба, а лишь устройство для слежки через интернет. Его спрятали за решетку батареи отопления и подключили к локальной сети из полкома. С помощью такого нехитрого оборудования можно было фиксировать документы оборот и переписку чиновников. Обнаружили устройство случайно, когда техперсонал прокладывал новый кабель для камеры видеонаблюдения. Электронный устройство сейчас его природу выясняют фаховцы. Мы сейчас не знаем, что это было, но уже сам факт того, что, возможно, проникнение в кабинет местного головы, он уже достаточно крутой. Мы взглянули камеры видеоспостережения. За эти даты, когда вероятно могло остаться проникнение этих невыносих людей в кабинет, на камерах ничего не видно. Без шансов на выживание сотни людей в Одессе, страдающие онкозаболеваниями, уже более полугода не могут получить обещанные государством медпрепараты, хотя средства на это в бюджете были предусмотрены. Куда ушли деньги? Разбирались наши корреспонденты. У одесситки Русланы Графовой рак молочной железы. Ей, как и десяткам других женщин с таким диагнозом, жизненно необходим дорогостоящий препарат герцептин. Без применения этого препарата развитие болезни идет очень стремительно. Год-два и, к сожалению, женщина не встает. Сгорает. На герцептин и прочие лекарства для онкобольных власти региона еще летом предусмотрели 15 миллионов гривен. Тендер на закупку проводила областная больница. Но в конце декабря средства по неизвестной причине были направлены онкодиспансеру, который распорядиться ими не имел права. Год закончился, деньги не были освоены, их вернули в областной бюджет. Оправдываясь, начальник профильного департамента Татьяна Кривая винит тендерное законодательство. Новоназначенный губернатор негодует. Так в чем же была загвоздка? Пытаемся сегодня выяснить в департаменте здравоохранения. Однако Татьяны Кривой нет на месте. Уехала в Киев на семинар. Но и в Киеве времени для интервью не нашлось. Волонтеры, между тем, возмущены. Почему проблему с тендером не решили, пока это было возможно? Если кто-то в этом усмотрел какую-то неправильность, то, вероятно, надо было сразу об этом говорить. И сразу думать о том, что за этим стоят живые люди. Сколько жизней не удалось продлить или спасти, из-за этой ситуации точно неизвестно. В онкодиспансерии приводят статистику прошлого года по пациенткам с диагнозом рак молочной железы. Получить необходимый препарат не смогли 80% женщин. Кто-то купил сам эти препараты, кто-то эту профилактику провести не смогли. И, несомненно, это повлияло на гибель какого-то контингента пациента. Это факт. Тем временем врачи и других одесских медучреждений бьют тревогу запасы жизненно важных медикаментов на исходе. И дело тут уже не в тендерах. Чиновники не подали заявку на закупки препаратов для спасения недоношенных детей и лекарств для остановки кровотечений уроженец. Мы на январь месяц столкнулись с ситуацией, что у нас остались остатки этих препаратов с прошлой закупки. И никто никуда ничего не подавал. Когда ситуация с медобеспечением в Одесской области нормализуется, сказать сложно. Многое зависит и от централизованных закупок лекарств Минздравом, которых пока также катастрофически мало. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Уже вторые сутки не утихают беспорядки в пригороде Парижа Альна-Субуа. Молодые люди взбунтовались против полицейских, избивших и изнасиловавших местного жителя. Уже задержаны 26 человек. На место событий срочно прибыл президент Франции. Могут ли повториться массовые погромы 2005 года, разбирался Алексей Пшемыский. Горящие автомобили, разбитые витрины магазинов и слезоточивый газ. Пригород французской столицы Альна-Субуа уже второй день будоражит массовые беспорядки. Местные жители требуют наказать полицейских, избивших и изнасиловавших 22-летнего парня по имени Тео. Инцидент произошел еще несколько дней назад. По словам сестры пострадавшего, он хотел заступиться за компанию молодых людей, которых на улице обыскивали полицейские. В ответ служители порядка начали его избивать. Это все происходило прямо возле камер наблюдения. Они все зафиксировали, в том числе и использование дубинки. Потом полицейские отвели его в темный угол и продолжили избивать. Вот эти кадры с камер наблюдения, которые исколыхнули людей. По словам сестры Тео, полицейские также изнасиловали его дубинкой. Сам пострадавший сейчас в больнице. Его прооперировали. Мне больно. Я не спал больше пяти дней с тех пор, как очутился здесь. Лекарства не помогают. Я принимаю их, но все равно не могу спать. Чтобы утихомирить требующих отмщения, в Альна Субуа прибыл к президент Франции. Он лично навестил Тео в больнице. Этот молодой человек всегда отличался примерным поведением, как и его семья, которая также живет в этом районе. И эти люди хотят жить в мире и доверять полиции. Беспокойство властей понятно. В 2005-м, здесь же неподалеку, после гибели в трансформаторной будке двух подростков, которых преследовала полиция, начались масштабные беспорядки, охватившие Париж и еще несколько городов. Тогда за три недели были сожжены почти 10 тысяч машин. Полиция арестовала 3 тысячи человек. Двое погибли. 130 получили ранения. Наказание так никто и не понес. Правоохранителей, спровоцировавших нынешние погромы, уже отстранили от работы. Одному из них предъявлены обвинения в изнасиловании. Однако беспорядки не утихают до сих пор. Алексей Пшамысский, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Украине громкие обвинения в адрес полиции пока без ответа. Народный депутат Сергей Каплин утверждает, что глава МВД продолжает скрывать, кому он раздавал наградное оружие. Еще месяц назад депутат направил в МВД запрос с просьбой озвучить фамилии всех, кого за последние два года наградил Арсен Аваков. А это 2,5 тысячи человек. Причем не просто дарил это оружие, как утверждает, опять же, нардеп. Под видом наградного он продавал и фактически легализовал оружие в своем окружении, заработав на этом, по подсчетам народного депутата, около миллиарда гривен. Приходит человек в оружие магазине, в оружие магазине есть взаимодействие с одним из заступников Авакова. Те человеку сообщают, что он может получать огнет-бородную оружие через систему награды. Эта человек делает предплату, получает оружие, платит другие деньги. Львовский мусор продолжает путешествовать по стране и бить рекорды. На этот раз бытовые отходы поедут за 1100 километров на свалку в Каховку Херсонской области. Во сколько обойдется Львову такой ваяж, подсчитал Кирилл Ющишин. О том, что в город везут 200 кубометров львовского мусора, на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Каховки. Опубликовал письмо Андрея Садового с просьбой о помощи. В мэрии объясняют, почему согласились. Такие два полигона от водных побутовых отходов официально оформлены в Каховце и в Херсоне. Эта катастрофа, можем так сказать, которая там сталася, ну вы решили, что нужно допомогти львовянам. Реакция горожан была мгновенной. Под публикацией сотни комментариев. Горожане разделились на тех, кто за и тех, кто против. Своего мусора валом, да, надо делать мусоросвалки какие-то. Мы еще будем чужой мусор. Это нормально? Мы так любим Львов. Мы не против, чтобы в наше место помогло львовянам. Если сейчас у них такая ситуация склалася с митем. Но большинству идея принимать львовский мусор все же не по душе. Общественность, она не до конца все-таки поняла. Полкового объяснения не было. И люди будут создавать какие-то петиции о том, что такие вещи должны спрашиваться у жителей нашего города. То количество, которое было озвучено, в принципе, оно на экологическую ситуацию не очень повредит. Но если это будет повторяться, то в Каховке у депутатов горсовета, в принципе, есть достаточно сил, чтобы запретить мэру это делать. Коммунальщики успокаивают. Свыше заявленных 200 кубов львовского мусора принять в Каховке не смогут. У нас полигон практически полностью уже загружен. Поэтому и в таком маленьком объеме мы и оказываем помощь Львову. Нашего полигона должно хватить где-то под конец первого квартала 2018 года. Договор о приеме мусора еще не подписан. Чиновники из-за волны негодования в соцсетях сначала проведут общественное слушание. Перевозка мусора в Каховку львовской мэрии влетит в копеечку, порядка 50 тысяч гривен. Правда, мэр Садовый заявляет, об отправке отходов за 1100 километров ничего не слышал. Я не владею такой информацией. Чтобы вы понимали, у нас в Украине есть сотни полигонов. И если тот или иной полигон может принять одну машину, я не думаю, что это может быть проблема для тех населенных пунктов, которые поруч, тем больше за это платятся деньги. Принимать ли отходы завтра будут решать на сессии Каховского горсовета. Кирилл Ющишин, Галина Якушко, Игорь Попов, Юрий Голубенко, телеканал Интер, Херсонская область, Львов. Наша земля. Такую надпись оставили неизвестные на ограждении консульства Польши во Львове. А само здание запачкали красной краской. В полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства. В украинском МИДе уже отреагировали и назвали произошедшее актом вандализма. В заявлении ведомства говорится, что такие действия говорят о заинтересованности третьей стороны, о нанесении вреда украинско-польским отношениям. Кстати, подобный инцидент произошел месяц назад в селе Гута-Пенятское. Там хулиганы разрушили памятник полякам, которые погибли во время Второй мировой. Виновных до сих пор не нашли. Триолог по украинскому безвизу начнется 28 февраля. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвюк на своей странице в Твиттере. Обсуждать визовую либерализацию с Украиной будут представители Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС. После завершения переговоров за украинский безвиз должен проголосовать Европарламент, а Совет ЕС подтвердить это решение. К слову, в случае с Грузией данная процедура заняла всего лишь один день. Информация по переговорам будет передана в Европейский парламент в марте. И потом этот вопрос будет на обсуждении пленарного заседания в апреле. После этого обсуждение в Европейском Совете. Три основных шага отделяют Украину от безвиза. И если все пройдет хорошо, Украина получит его в мае-июне. Как покинуть Евросоюз? Британские парламентарии сегодня вышли на финишную прямую в вопросе Брекзита. Палата общин должна окончательно решить судьбу этого законопроекта. И интересен даже не сам исход. Ведь с большой вероятностью проголосуют за интересные внутрипартийные страсти. Оксана Кундеренко подробнее о перипетиях британской политики. И снова жаркие дебаты. Уже который день народные избранники заседают в британском парламенте допоздна. Обсуждают Брекзит. Правительство предоставило парламентариям очень короткий законопроект на трех страницах. Он дает право Терезе Мэй задействовать поправку 50 Лиссабонского договора. То есть запустить процесс выхода из ЕС. Но депутаты жаждут внести изменения в документ. Например, о правах граждан ЕС в королевстве. Мы хотим дать возможность гражданам ЕС остаться жить и работать здесь. Но одновременно защитить права наших граждан в Европе. Я сделаю этот пункт приоритетом во время переговоров с Евросоюзом на самых ранних стадиях. Еще от Мэй требует разрешить британскому парламенту голосовать раньше европейского, когда Лондон и Брюссель согласуют текст соглашения о выходе. Но даже такие условия не устраивают депутатов в Шотландии, где тоже накануне проголосовали. Но против Брекзита. Правда, юридическая сила это решение не имеет. Подавляющее большинство населения здесь желает остаться в ЕС. И если Шотландию заставят покинуть Союз, это будет против воли народа. Так думают и некоторые лейбористы. Но лидер оппозиции Корбин строго-настрого приказал своим голосовать за. Некоторые даже предпочли взять больничный, лишь бы ему не перечить. А консерваторы, наоборот, выписываются из больницы, где химиотерапию проходят. Только бы галочку поставить. Хотя и тех, кто ослушался Мэй, тоже неожиданно много. Несмотря на все интриги, законопроект сегодня протолкнут. Голосование в палате общин назначено на 8 вечера по лондонскому времени. Затем документы еще будут дорабатывать и одобрять уже в палате лордов. Похоже, тема Брекзита не один месяц, а может даже и не один год будет доминировать в британской политике. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Трамп и его команда, которой до сих пор нет. Сенат никак не утвердит чиновников администрации нового президента. Почему? Узнаем от Дмитрия Анопченко. Мы утвердим всю команду на следующий же день после инаугурации. Браво рапортовали у Трампа. Но уже 20 дней прошло, а из 21 чиновника, назначение которых требует согласие Сената, к работе приступили лишь 6. Президент, не выдержав, даже в соцсети написал «это позор» и назвал виновных демократов. И Трамп действительно не преувеличивает здесь, в Конгрессе. Демократы то бойкотируют заседания, не приходят на них, то все до одного голосуют против. В итоге в стране до сих пор нет министра торговли, министра финансов, министра энергетики, нет генерального прокурора и лишь руководителя Пентагона назначили без колебаний. И теперь становится понятно, почему кому-то нужно наводить порядок. При Обаме армия дошла до ручки. Накануне на слушаниях в Конгрессе высокопоставленные военные сообщили шокирующие факты. Только 3 из 58 бригад американских сухопутных войск полностью готовы к немедленным боевым действиям. Все остальные нужно дополнительно готовить и доукомплектовывать. Самолеты стали грудой металлолома. Пожаловался конгрессменам представитель ВМС. Каждый третий ударный истребитель в таком состоянии, что попросту не может летать. А причина банальна. Нехватка денег на ремонт. Накануне этих слушаний в Конгрессе авторитетная газета Defense News опубликовала еще более удивительные факты. И это вовсе не выдумки журналистов, а официальные цифры Пентагона. Каждый второй вертолет и боевой или транспортный самолет американского военно-морского флота не может подняться в небо. Или на техническом обслуживании, или месяцами ждут запчастей. Пилоты в последние годы проводят время на земле. Летают меньше, чем даже в конце 70-х. А военно-воздушные силы, которые еще в 90-х, во время бури в пустыне, насчитывали полмиллиона человек, сейчас еле-еле 300 тысяч наберут. Так что новому министру обороны, а он новый военный бюджет готовит, придется думать не о развитии, а экстренно латадыры, возникшие при Обаме. Но если в вопросах национальной безопасности и обороны Конгресс более-менее единый, неважно, демократы или республиканцы, то остальных чиновников команды Трампа здесь все никак не назначат. Как говорят в Белом доме, рекордно долго за всю историю Америки. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Въезд в США в обмен на пароль в Фейсбуке. Американские посольства при выдаче виз могут обязать иностранных граждан предоставлять пароли от аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Джон Келли. По его словам, подобные меры могут принять в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев. Это поможет узнать, как они ведут себя в сети. Прежде всего, меры коснутся семи мусульманских стран, гражданам которых президент Дональд Трамп запретил, временно запретил, въезд в США. О чем на отдыхе поспорили миллиардер Ричард Брэнсон и Барак Обама, и кто в Буэнос-Айресе устроил голый протест? Об этом и не только в нашем обзоре. Когда все это больше не твоя проблема. Так подписывают фото с экс-президентом США пользователей интернета. Очередные снимки и видео с отдыха на Карибах, где Чита Обама проводит отпуск вместе с миллиардером Ричардом Брэнсоном. К слову, мужчины поспорили, что один из них научится кататься на фойлборде, а второй овладеет кайтсерфингом. Выиграл спор Обама. Он сумел проехать на доске 100 метров, в то время как Брэнсон преодолел на фойлборде всего 50 метров. В Китае мужчина спас жену, которая пыталась покончить с собой. Женщина хотела прыгнуть с крыши дома с 20-метровой высоты. В последний момент мужчина схватил супругу за волосы. Если бы вовремя не появилась полиция, погибли бы оба. Женщина своим весом потянула мужчину вниз. Читу спасли. Что побудило женщину к самоубийству, неизвестно. В Буэнос-Айресе устроили голый митинг. Десятки женщин отстаивают свое право загорать топлес. Протесты вызвал инцидент на одном из столичных пляжей, когда полиция выдворила оттуда трех полуобнаженных девушек. Закона, который бы напрямую запрещал загорать топлес в общественных местах, нет. Поэтому женщины говорят, что будут отстаивать равенство с мужчинами, которым разрешено загорать в одних плавках. От мамы голодным не уйдешь. 15 килограммов блинов напекла китайцу-родительница с собой на дорожку. Мужчине предстоял перелет из Нанкиновчан. Сначала блины лежали в его багаже. Поскольку вес чемодана превысил норму, сотрудники аэропорта разрешили провести еду в ручной клади. Кроме блинов у мужчины с собой были банки с соленьями. В Индии тигрята-сироты получили плюшевую маму. Троих малышей нашли в джунглях. Их настоящую родительницу, скорее всего, убили браконьеры. А без нее тигрята не выжили. Чтобы полосатые смогли вернуться в природную среду, защитники животных поселили к ним манекен-тигрицы. Он оснащен устройством для кормления, а также служит игрушкой для малышей. Дуэль между поэтом Александром Пушкиным и французским офицером Жоржем Дантесом реконструировал интернет-поисковик. В небольшом мультипликационном видео рассказывают даже о погодных условиях во время поединка и о том, как они могли повлиять на ход истории. Дуэль, вследствие которой погиб Александр Пушкин, состоялась ровно 180 лет назад. Более 9 тысяч обращений в колл-центр Интера за неполный месяц. Люди жалуются на плохое качество приема или отсутствие в сети кабельного оператора телеканалов Интер Медиагрупп. Большинство из них уже помогли. Как работает служба поддержки телезрителей в следующем материале. Интер перестал показывать у него сразу после Нового года. О том, что канал не будет в сети, провайдер даже не предупредил, жалуется Вадим. Смотрели его действительно с удовольствием. Обнаружили, когда уже, то есть, получается, когда он пропал, никаких предупреждений, чтобы особо там развешивание объявлений или уведомление абонента о том, что действительно будет отключение, допустим, этого телеканала или каких-то других телеканалов. То есть не было. Я считаю, что это, то есть, работа самого провайдера уведомлять абонента о том, что будут какие-то изменения. С такой проблемой столкнулись жители нескольких районов Киева и Ивана Франковска. В службе поддержки зрителей им предложили сменить кабельного оператора. Техническая служба поддержки телеканалов Интер Медиа Групп. Чем я могу вам помочь? Какой вид приема у вас с телевидением? Операторы принимают за день до полутора сотен звонков. Многим посоветовали позвонить друзья и родственники, которые увидели номер горячей линии. Так, как Интер все-таки родной для многих канал, и преимущественно все смотрят новости и политический обзор именно на Интере, то это стало большой неприятностью. Советуем мы переходить на других кабельных провайдеров. Либо же устанавливать спутниковые антенны, покупать цифровые приставки Т2 или подключать эфирные антенны. Еще один вариант для тех, у кого есть дома интернет. Все каналы Медиа Группы можно смотреть прямо на сайте Интера в онлайн-трансляции. После звонка в колл-центр Вадим решил поменять провайдера. Так поступили еще несколько тысяч абонентов, которые перезвонили на горячую линию Интер Медиа Групп. Если у ваших родных и знакомых в сети нет телеканала Интер, посоветуйте им перезвонить в службу поддержки телезрителей телеканала по номеру 0800 508 650. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Самая последняя информация всегда доступна на нашем сайте. Подробности Юэй. Хороших вам новостей и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok